Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Гегеревская диалектика как источник марксизма». Ведет занятие доктор философских наук, профессор Казелно-производитель. Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня, я так понимаю, тут аудитория грамотная, знает, что у марксизма есть три источника. Немецкая классическая философия и другие. А мы сегодня собрались поговорить о диалектике как источнике марксизма. То есть, ну, несколько сузили себе задачу и даже несколько упростили. Значит, поговорить только об этом. Но я подумал и решил еще сузить и упростить задачу себе. С одной стороны, или, по крайней мере, по видимости, да? Да. Вот. То есть, поговорить не о диалектике вообще, поскольку мы о ней уже очень много говорили. А поговорить об одной только категории, хотя принципиальной, такой основательной, о категории становления. То есть, мы все о диалектике говорили. Значит, как бы рассказывали о сказке о Колобке. Какая она хорошая, пригожая. Все знают и все могут из вас рассказать о сказке Колобок. Но я не уверен, что все могут саму сказку сказать. Во всяком случае, я этот эксперимент регулярно ставлю на студентах. И убеждаюсь, как-то, что в группе часто ни один не может рассказать Колобок. Хотя, казалось бы, что за простая задача. Так что, вот, возьмите себе. Сегодня Колобок, а не становление. Да, сегодня мы, наконец, поговорим о самом становлении. Не о нем будем рассказывать, а само его развернем. Саму сказку, скажем. Вот, я думаю, что это такой, ну, шаг, который уже назрел в наших занятиях. Поскольку о диалектике мы говорили много, рассуждали много. Вот, пора нам поговорить и, значит, рассказать саму сказку. То есть, рассмотреть хотя бы одну категорию. Но эта категория, она такая, значит, нерядовая. Фундаментальная и имеет некоторое ключевое значение по отношению ко всей диалектике, ко всей науке логики. Поэтому о ней имеет смысл поговорить вначале. Ну, вообще-то, наука логики и диалектика начинаются с категории вытия. Ну, она такая и попроще. С одной стороны попроще. С другой стороны, у нее есть свои там сложности. Но становление – это первая конкретная категория. И она, ее движение, как бы дает ключ к пониманию других категорий. Этим она важна. Скажем, становление дает ключ к пониманию изменения. Гегель даже говорит, что такое изменение. Изменение – это становление, ставшее конкретным. Поэтому, скажем, не зная диалектики становления и изменения, человеку трудно постичь. Я думаю, что кто не изучал диалектику, в смысле, науку логики у Гегеля, тот изменение вполне не понимает. И даже и, значит, в какой-то такой более-менее серьезной степени не понимает, что такое изменение. Изменение рассматривает одностороннее, в смысле вот этого одностороннего положительного движения. не рассматривает, что в нем есть другой противоположный момент. Момент сохранения нечто. Нечто не только, значит, изменяется в смысле, переходит в иное, но и сохраняется. И в этом своем качестве изменения, оно помогает нам понять и категорию развития. Почему? Потому что развитие тоже. Оно в основном, причем не только такой какой-то рядовой аудитории, но и доцентами, и профессорами, понимается, вот в этом одностороннем положительном движении. Значит, перехода к чему-то хорошему развивается хорошо. Тогда как, поскольку развитие есть изменения, и изменения именно положительные, в нем есть вот этот отрицательный противоположный момент. Момент, значит, не позитивного движения вперед, а негативного движения назад. Противоположный момент. И дальше, если рассматривать, то вот это вот развитие, оно дает основу логическую, да, и для понимания прогресса. И прогресс. Я удивился сегодня как раз. Почему я начал с этого? Сегодняшний меня семинар со студентами как-то подвиг вот так, значит, сегодня, в таком ключе про честь лекции. Почему? Потому что девушка делает доклад. Как раз у нее там, значит, развитие и прогресс общества. И у нее получилось, что она категорию прогресс определяет как развитие. Вот. И получилось, значит, что прогресс – это более простая и менее конкретная вещь, чем, значит, прогресс. Изменился взгляд. Причем, это я не первый раз сталкиваюсь с этим. Если кому-то попадался сборник конференции, посвященной 70-летию Михаила Васильевича, там у меня есть статья, и там я, значит, усматриваю вот эту перестановку грамотнейшего человека, Гобазов-то как, Иван Аршакович, завкафедрой социальной философии в МГУ. Сначала рассматривает прогресс, а после прогресса рассматривает развитие. То есть, у него, он стал бы не понимать соотношение этих категорий. А соотношение этих категорий не понимает потому, что не понимает природоизменения. А природоизменения он не понимает потому, что он не понимает, что такое становление. Поэтому это принципиальнейшие вопросы, в которых такие вроде бы грамотные и наши профессора. Он такой старой закваски, марксистской еще, и поэтому пытается сохранять какое-то такое, значит, исматовское лицо, исматовский характер. И то у него не получается. Поэтому и важно, что вот, наконец, конкретную категорию становления, вот это самое, поизучать. Почему? Потому что она дает как бы логическую основу для всех дальнейших категорий. В какой-то мере можно сказать, что человек, который постиг, изучил становление, он и изучил и всю логику. То, что, скажем, ну, наук логики в себе, она в этом становлении есть. Все дальнейшее движение, оно в какой-то мере повторяет вот это движение. Или движение становления, оно лежит в основе всей дальнейшей науки логики. Хотя там есть свои еще сложности и так далее. Но я думаю, что наши слушатели вот до такого самостоятельного, значит, изучения и постижения становления еще не доходили в большинстве своей. Может, кто-то доходил, отдельный товарищ. Но я думаю, что в большинстве не доходили. И вот, значит, в этом смысле становление и полезно поизучать. Значит, оно и логически здесь в начале науки логики стоит, в начале диалектики. И исторические становления, оно, значит, это одна из первых категорий, которые возникли в философии. Значит, они где-то возникли почти вместе. Бытие, ничто, становление. И открыл ее для нас, значит, знаменитый Гераклит, формулу которого о том, что все течет, все изменяется. Все слышали много раз. И, значит, хорошо себя знают и представляют. И мы ее вспоминали на лекциях много раз. Что, значит, все течет, все изменяется. Почему все течет, все изменяется? Потому что все есть становление. И принципиально начинается спор с чего? Спор с Парменидом и другими о том, значит, что суть, что в основе. Значит, если раньше другие товарищи говорили, что, мол, бытие, то Гераклит формулируйте, почувствуйте и запомните для наших дальнейших размышлений. Нет ни бытия, говорит он, ни становление, ни ничто, а есть только становление. О, как интересно сформулировать. Только тут бытие открыл Парменид, только вроде нам разъяснил. И вскоре Гераклит говорит, нет ни бытия, ни ничто, а есть только становление. Но теперь, значит, после Гегеля мы бы его могли поправить, что они есть, но в становлении. Есть и бытие, и ничто, но они есть в становлении. То есть вот так отдельно, по отдельности их нет. И, собственно, Гегель в начале науки и разъясняет вот это соотношение. И мы тут, значит, вынуждены вполне согласиться. Причём вот под этими установками, да, есть ли бытие или есть ли ничто, лежит и глубокая такая, какая-то врождённая такая интуиция западного мышления, европейского мышления, мышления, отношения к жизни, понятиям, категориям и восточного, скажем. Ну вот на Востоке буддизм, даже и Коран, для них как-то ничто – это вот что-то более важное, чем бытие. Поэтому, скажем, буддизм, у него и главная категория – ничто. Всё тлен, всё суета, все помрём. Есть, есть счастье, говорит глупец. Бом-бом, вторит ему звон погребальный. Всё из праха возникло в Библии, и всё в прах обратится. Вот тогда как, значит, реалистичный такой более взгляд европейский, он всё-таки исходит того, что нет, бытие, бытие есть. Значит, и вот эти дискуссии, споры Гераклитом, конечно, они и гениально разрешаются, и он нам даёт вот это вот открытие, как бы ключ к дальнейшему движению. И мысль дальнейшая философская, она крутится вокруг этих определений, вращается, углубляется в них, конкретизирует их. И здесь, конечно, хорошо бы по отдельности рассмотреть и бытие, и ничто. Но поскольку у нас всё-таки лекция, и времени не так много, поэтому бытие и ничто как ещё более простые, абстрактные категории мы оставим, а не поясняться в какой-то мере в дальнейшем, а рассмотрим именно само становление. Так вот, если взять становление в его простом таком определении, хотя и об определении здесь говорится ещё так довольно условно, то надо сказать, так, что такое становление, спрошу я, если товарищ. Вот, кто не изучал науку логики, вряд ли что мне скажет. И когда я студентам задаю этот вопрос, студенты говорят, это вот какое-то формирование, это вот какой-то рост, это вот какое-то возникновение. То есть они видят одну сторону становления, значит, не видят противоположной. Значит, становление, сдвижение, говорит Гегель, становление, сдвижение, исчезновение, бытие и ничто друг в друге. Значит, люди обычно видят, студенты мои обычно видят, движение, ничто в бытие, исчезновение, ничто в бытие. Значит, всё, его не было когда-то, любого предмета или явления. оно является нам, бытийствует, переходит в бытие. Вот оно теперь есть. И эта сторона, она, в общем, более-менее усвоена. Хотя, с другой стороны, вот в таком обычном, в обыденном, если хотите, понимании, проста очень и другая мысль, она тоже усвоена. И вот эти мысли, они как-то живут сами по себе, отдельно. Мысль о том, что всякое бытие есть как переходящее в нечего. Всякое бытие приходит. Всякое бытие приходящее. Всякая, значит, отдельная вещь, предмет смертный. Что это значит? Это значит, что бытие переходит в нечто. А связать вот эти мысли, как сделал когда-то Гераклит, ну, не получается. Или получается с большим трудом. Хотя вот в этой простой формулировке они очень просто связаны. Становление, движение, исчезновение, бытие, ничто друг в друге. То есть бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. И они есть в этом единстве. Они есть только как, значит, исчезающие друг в друге. Поэтому момент вот этого, значит, исчезновения Гераклит совершенно правильно указал еще в древности. Но они не только исчезают, но все-таки есть, в какой-то мере сохраняются. И Гегель научил нас, да, само это движение по полочкам раскладывать. Почему это важно? Потому что любое изменение, любой предмет есть как изменяющийся, любое явление есть как изменяющийся. И в любом предмете, который мы изучаем и рассматриваем, это движение есть. Значит, и вот в этом движении исчезновения, если обращаю внимание ваше на, значит, эти движения, то сразу можно указать, что первое движение, движение бытия в ничто, называется прихождение. Словечко, так сказать, в общем, более-менее знакомое, значит, все приходящее, все тленное, это еще, значит, библейская такая формула. И другое, значит, ничто переходит в бытие, это и есть возникновение. Все возникает, потому что его не было. Наш материалистический взгляд, значит, особенно старшего поколения, физику знают хорошо, знают, что ни с чего, ни что не возникает, да, все возникает из чего-то. С точки зрения физики и конкретных материальных тел, да, конечно, но логически, во всеобщем смысле, да, во всеобщем отношении, значит, его не было. Оно было где-то в ничто, значит, оно появляется, значит, поэтому как бы ничто переходит в бытие. И против этого, значит, что-либо сказать или выступать очень трудно. И тем не менее, значит, хотя вроде прозрачные вещи, и даже вот я делаю эксперимент такой наглядный, очевидный, все равно у народа не укладывается. Виктор Иванович, у вас есть какой-нибудь листочек ненужный? О, у ректора-то бумаг много, всегда всякие, да? Значит, бытие – это то, что есть. Листок есть? Есть. Он бытие, да? Жалко. Листок есть? Есть. Есть. Он разорванный, но он есть. Два листка. Там плохой, разорванный. Вот уже Виктор Иванович, если я ему отдам, скажу, нет, мне такого не надо. В пятидесящном багажном четверть можно. Да, но он есть. Листок есть? Есть. Да. Уже два. Да, два есть. Есть. И студенты, значит, ну, большинство, да, есть. Я говорю, тот листок. Цельность нарушена уже, все, это уже не листок. Он уже не листок. Уже того листка нету. Того, того. Того, первого листка, его нету. И, Маш, можно склеить, это будет склеенный листок. Можно сшить, это будет сшитый листок. Но того листка нету. Он перешел в ничто. Быть, как и говорит Гегель, да? Бытие есть, как переходящее в ничто. Становление, сдвижение, исчезновение, бытие и ничто друг в друге. Вот он в ничто перешел. Да что такое ничто? Вот. Какого потрогать в ничто? А есть другое состояние? Ну и те, которые, это физически, материя никуда не исчезла. Вот она, как была. Возникли эти два листка из материи. Количество ее такое же, да? Форма немножко изменилась. И кто со мной особенно усердно там спорит, я, значит, дарю на память. Говорю, вот дарю вам на память. И запомните, на все оставшуюся жизнь, что листка нету. Но с Лескова-то все-таки тут более-менее ничего. А ничто есть? Я поэтому и сказал с самого начала, что в эти категории мы не будем на них особо тратить время. Мы за становлением занимаемся. То есть только в той мере, в которой нам это надо для становления. Да. Хотелось бы меня с толку. Доволе ска нет. Но с толку нас не собьешь. Значит, на листке это просто. А скажем, в жизни. Переходный период закончился в 36-м году или нет? Стал социализм или нет? Стал коммунизм или нет? Да, Михаил Васильевич, он давно знает, что стал, что возник коммунизм. Пропагандирует, агитирует, разъясняет, учит. Но до сих пор остаются люди. Нет, коммунизма у нас не было. Нет, у нас был государственный капитализм. Верните то, что вы имеете. Да, и так далее, и тому подобное. Единая фабрика была. Да, теперь, по поводу коммунизма. Коммунизм у нас был построен или не был построен? Это же до сих пор идут споры в коммунитическом движении. Но, значит, раз становление закончилось всего в середине 30-х годов коммунитической формации, значит, она есть. И теперь вы думаете, значит, что есть здесь в ней, каково здесь движение, каково здесь развитие теперь, а уже не становление. И это совершенно другой взгляд. А если вы не отдаете себе в этом отчет и начинаете строить развитое социалистическое общество и заменяете им проблему коммунизма, проблему коммунизма отодвигаете в сторону, то вы тем самым общественное сознание ввергаете, ну, в какое-то косоглазие умственное. То есть вы не видите перспективы совершенно. И вместо того, чтобы видеть противоречие развития и прогресса, вы, значит, все путаетесь и не поймете, коммунизм это или не коммунизм, или это социализм, или это еще что-нибудь. Хотя понятно, что первая фаза коммунизма, она тоже коммунизма. В подрастающем поколении человек, он тоже человек. В подрастающем поколении Ивановника, Иван Иванович, он тоже Иванов Иван Иванович, и дедом он будет Иванов Иванович, Иваном Ивановичем. Поэтому, значит, вот это движение и это понимание, оно принципиально важно во всех делах. Даже начиная вот от таких мелких, как листовки, кончая такими важными, как движение, значит, общества. Теперь, мы получили с вами две категории. Вот в чем и заключается движение логическое, рассмотрение Гегелем вот этого логического движения. В том, что теперь два полученные понятия нам надо рассмотреть. И это необходимое движение, это не выдумал ни Гегель, ни Казенов вот сейчас, да. Это с необходимостью возникающие моменты. С необходимостью, а что значит необходимость? Необходимость – это начало свободы, основа свободы. То есть, если мышление понимает необходимость движения, оно свободно, мыслит свободно, оно находится в сфере свободы. Если оно не следит за необходимостью, не понимает необходимости, оно не свободно. У него есть там куча всяких определений, и она вихляется. Там есть, конечно, дисциплинированные люди, которые наводят порядок в своей голове и без Гегеля. Но это все-таки труднее значительно, чем с Гегеля. Значит, итак, две категории – возникновение и прихождение. Рассматриваем их логически, как делает это Гегель науки логики. Значит, возникновение, что такое возникновение? Возникновение – это переход, ничто в бытие. Но бытие-то какое у нас есть? Оно есть только как переходящее в ничто. А бытие, переходящее в ничто, по определению мы только что выяснили перед этим, это прихождение. Отсюда совершенно жесткий вывод следует, что в возникновении есть прихождение. И это противоречие и парадокс. Как это в возникновении есть прихождение? Александр Сергеевич, вы что, мне иногда студент? Так, и если мы задумаемся вот в этом ключе о любой вещи, мы в любой вещи так это увидим. Скажем, человек родился, он возникает? Как человек? Возникает. Прихождение в нём есть? Уже есть. Есть. Почему? А? Да. Он возникает, и поэтому в нём есть прихождение. Причём, некоторые дети помирают в первые дни буквально. То есть, приходят и как целое. В первый год, во второй год, в третий год. Всё время идёт умирание детей. В них прихождение тенденции оказалось сильнее, чем возникновение. Теперь, даже и у здорового, значит, ребёнка, какие-то функции начинают отмирать сразу. Приходить. Ну и, наконец, мы понимаем, что он целую жизнь приходит. И окончательное... Смерть – это окончательное прихождение. А на самом деле прихождение, оно началось сразу же с возникновением. И сопровождает нас всю жизнь. Значит, на этом примере. Ну вот Гераклит, у него любимый предмет и пример – огонь. Значит, огонь – это хороший образ становления, что он и горит, вроде вот возникает и горит, и приходит. Материал сгорел, и становление закончилось. Значит, это мы рассмотрели возникновение. Теперь рассмотрим второй момент – прихождение. Прихождение – переход бытия в ничто. Но ничто-то есть такое же, да, как переходящее в бытие, то есть возникновение. И отсюда следует точно такой же вывод, как и в первом моменте. В прихождении есть возникновение. В самом прихождении есть возникновение. Значит, и это тоже понятно, скажем, хоть на человеке, хоть на любом другом примере. Значит, мы приходим, но мы и возникаем. И вот это студентам доказать бывает подчас очень сложно. Тогда я пользуюсь таким жестким экспериментом. Значит, объясняю сначала, что. Что значит мы возникаем все время? Это значит, мы утром встаем, зарядку делаем, заботимся о своем здоровье, повышаем тонус. Идем, моемся, моемся, тоже приводим себя в порядок, оживляем. Завтракаем, потом обедаем и так далее. Представьте теперь, вот Иванова у меня, Васи. Значит, не дали позавтракать, потом не дали пообедать. На другой день то же самое. Что с ним будет в ближайшее время? Васи не будет. Через месяц, ну полтора, он помрет. Почему? Потому что с пищей мы возникаем все время. Питание постоянно, значит, дает нам пищу для воспроизводства организма. Теперь, ну с питанием, ладно, значит, месяц он протянул. Проведем этот эксперимент с водой. День ему не дадим пить, второй ему не дадим пить. Что с ним будет через, значит, две недели? Вася не будет. Почему? Потому что, чтобы он возникал постоянно, ему нужна вода. Если вы ему не дали воды, он не будет возникать. Что же получается? Возникновение и воспроизводство? Это одно и то же, что ли? Нет, не надо уходить в другие стороны, не будем. А потом, давай. Это по отношению к организму, ну конечно, да, форма. Но не будем, я говорю, что отвлекаться. И, наконец, жесткий эксперимент, значит, наконец проведем эксперимент. Ну как, Вася, ты готов? Готов. Ну иди сюда. Достаем бумажный платок. Я говорю, сейчас мы ему перекроем кислород и посмотрим, что с ним будет через некоторое время. Ну понятно, что до этих жестких уж не доходим мы, но доведем его умственно этот эксперимент. Пять минут и, Вася, нет. Почему? Потому что организм возникает вновь с каждым новым вдохом. Ему нужен кислород. Оставьте его без кислорода, он придет тут же. И любой предмет, значит, и общество, и государство, и класс, и какая-то акция отдельная, скажем, митинг подготовить, да, начали готовить митинг. Но то сделали, то сделали, а то вот прошло, там не подписали, там кто-то заболел, там еще что-то. Все время, каждое дело, оно находит установление. Бумага, скажем, план, да, нужно сделать план работы на следующий год. Поручили человеку, он сделал план, начальство отдает, начальство посмотрело, вочиркало, мне не годится, значит, давай, дорабатывай. Доработал, принес, начальник пенсионала опять бэм-бэм-бэм, не годится. То есть план, бумага, документ становится. И все, значит, что мы делаем, оно становится. И когда человек это понимает и видит вот эту отрицательную, негативную сторону, и ее взаимодействие с позитивной, он это делает более эффективно. Не тратит время на глупости, не пугается, не боится ошибиться. Гегель специально в феноменологии оговаривается, что вот самая такая распространенная и серьезная ошибка – это боязнь ошибиться. Почему? Это понятно, да? Что человек боится ошибиться, он боится и делать, не делает. Раз ты не делаешь, ты не движешься никуда. Поэтому делай, увидишь, что ошибся, исправил, отступил, исправил и опять вперед. Если ты боишься ошибиться и не делаешь, ты стоишь на месте. Итого, значит, мы рассмотрели возникновение, увидели в нем прихождение. Мы рассмотрели прихождение, увидели в нем возникновение. Следовательно, отсюда вывод следует, какой жесткий и необходимый. Что? В каждом из этих моментов есть противоположный. Это очевидно для всех стало. Понятно, дорогие товарищи? Что? В каждом из них есть противоположный. И теперь дальнейший вывод отсюда следует. Раз в каждом из них есть противоположный момент, значит, в каждом из них есть и целое становление. Это понятно? Хорошо. Да, вот что значит с родственными-то людьми. Лекция разговаривает. Значит, не понимает студент. Тогда, значит, опять, ну, логически ему разъяснили, теоретически разъяснили. Значит, можно пояснить это на примере. Значит, что такое момент? Момент – это то, что не есть без другого. Скажем, родители без детей, детей без родителей, жены без мужа, мужа без жены и так далее. И если в каком-то целом нет момента, то нет и целого. Скажем, в машине, если есть какой-нибудь серьезный там ремень, важный для машины, являющийся моментом машины, он у вас разорвался, и машины у вас нет, она встала. Хорошо еще, если она в городе. А если она где-нибудь на трассе, Борис Николаевич? Беда. Все, беда, пропало дело. Да, нету машины. Все есть. Значит, кузов, колеса, мотор годный, бензин. Нету только ремня. И машины нету. И так и в политической жизни. Там готовят товарищи. Ну, не восстание, а опять тот же Митин взять, да? Все приготовили. Значит, а там, скажем, микрофон или эту вот штуковину, громкоговоритель забыли. Но это еще ладно. Может, они тут не моменты. Можем мы и устно поговорить. Но какого-то момента нету, и дело пропало. И дела нету. Поэтому грамотный человек и грамотный менеджер, да, он все необходимые детали знает, даже мельчайшие, и учитывает, собирает их. Почему? Потому что нету этого момента и нету целого. Значит, поэтому вот эта вот вещь, она и очень важная. Причем, значит, не всегда понятно, что является моментом и что является целым. например, скажем, возьмем Виктора Ивановича Галко. Виктор Ивановича Галко мы справедливо считаем моментом рода Галко. Так или нет? Ну, так. Так. Так, Виктор Иванович? Так. Так, хорошо. Но Галко это, видимо, фамилия папы. Так я понимаю, правильно я понимаю? О, папа угадал. И мне почему-то кажется, что у него, кроме папы, была мама. Была мама-то? Да, безусловно. О, опять угадал. Так, а у мамы как была фамилия? Онкина. Онкина. Так, правильно я делаю вывод, что Виктор Иванович принадлежит и является моментом рода Онкиных? Правильно. Правильно. Ну. Так, теперь, что же получается, что, значит, Виктор Иванович включает в себя и род Галко, и род Онкиных? Правильно я понимаю? Правильно. Стало быть, Виктор Иванович, тогда я делаю вывод, что не вы являетесь их моментами, а они являются вашими моментами, а вы являетесь для них целым. Правильно я понимаю? Я выпускаю. Да. И это правильно и по определению Гегель говорит, что человек есть в себе род, человек есть в себе род, поэтому другие товарищи являются его моментами. И в каждом из нас этих моментов очень много, не бесконечное количество, но очень много. Но я здесь просто хочу показать, что, значит, момент – это дело серьезное, и соотношение момента и целого не всегда ясно. Поэтому это тоже требует отдельного выяснения. И вот в этих взаимных переходах тут бытия и ничто друг друга, прихождение и возникновение друг друга, разность бытия и ничто исчезает. Не ясно тут уже, что во что переходит. Или Гегель говорит в другом месте, но тут же где-то, что бытие и ничто не переходит, а уже перешли в бытие. Хотя эта мысль, она и с самого начала была ясна, да, что это движение и соотношение друг к друге. То есть их поддельности нет, они есть только в становлении. И в этом смысле переходят или даже уже перешли друг к другу. Значит, теперь, если они перешли друг к другу, значит, становление закончилось. И раз закончилось, оно само исчезло. Так? Так. Это в любой процесс возьмите, скажем. Молоко подоили, поставили кринк с молоком, начался процесс становления сметаны. Все сливочки всплыли, процесс закончился к утру. Простокваша. А? Простокваша. Простокваша получилась, да. Хорошо, вот простоквашим мы потом вспомним. Значит, да, становление, стало быть, тоже исчезает. А поскольку становление само есть исчезание, то мы получаем исчезание-исчезание. Исчезание-становление – это исчезание-исчезание. Да. И тут, конечно, у товарищей студентов и у некоторых слушателей, значит, извилины-соизвилины, могут зайти, я понимаю. Но, тем не менее, это тоже прозрачно все, да. Ну, на том же примере с огнем, скажем, становление, образ становления – огонь. Горит-горит, пока спичка есть, огонь горит. Значит, спичка заканчивается, огонь исчезает, огонь заканчивается, все гаснет, становление закончилось. Исчезла. С человеком точно так же. Мы исчезаем, умираем. Да. И допродлит Аллах ваши дни, значит, годам к ста этот процесс исчезновения вашего завершится. Завершится. То есть исчезание исчезнет. Вы можете на своем примере. А я никого ни в пример конкретно не привожу, а вообще говорю. Значит, и так с любой вещью, что становление завершается исчезанием исчезания. Само становление исчезает, а вместе с ним исчезает. Но, раз исчезание исчезло, то что-то осталось. От человека что-то останется? От нас что-то останется, когда мы исчезаем? Останется. Ручка вот исчезает, 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 исчезание исчезло. Вот кончик ручки остался. И так в любом процессе, любой процесс заканчивается так, что исчезание исчезает, и, следовательно, что-то остается. Поэтому он и говорит в другом месте, что нет абсолютного исчезания. Что-то остается. Вот это остается, оно есть, оно бытие, следовательно. Но не чистое бытие, как у нас было вначале, или просто бытие, а какое-то другое бытие. Какое? Прошедшее стадию становления. Прошедшее становление. Такое бытие, говорит Гегель, осталось только назвать. Мы его получили. Осталось только назвать. Он его на немецкий манер называет «дозайн». И вот по-немецки это вообще все как-то... По-русски тоже это хорошо получается. Но по-немецки особенно. Там, скажем, он начинает науку логики на немецком «зайн». Без всякого дальнейшего определения. Почему? Потому что «зайн» это и существительное бытие «зайн», да? И глагол «зайн» быть. И кончается «дозайн». Дозайн, то есть здесь бытие, наличное бытие. И у немцев вот это «дозайн», оно и сейчас очень, очень так это используемый глагол. Да, «дозайн». Да, здесь, да, хорошо, как-нибудь вот так вот. Часто. А у нас наличное бытие, да, переводится. У нас как-то наличное бытие мало используется в языке. Скажем, ну, покажите товар лицом или факт на лицо. Факт на лицо, вот он стал. Значит, или еще в каком-то отношении. Но редко используется. Наличники на окнах. Наличники на окнах, это как-то, мне кажется, не совсем то. А, не на лицо. Но они на лице, да, они создают как бы лицо дома. Но не в том смысле, что это завершает остановление. А может быть, они, наверное, в последнюю очередь делаются уже. И делаются они в дом, крыша, прочее. А уж потом в последнюю очередь наличники поставили и дом готов. Да, значит, на личное бытие или, переводчик ставит, сущие, вот по-русски сущие, значит, и назовёт меня всяк сущий в ней язык. Какой? Существующий. Который существует, такой назовёт. Который есть, такой назовёт. Вот, значит, или это сущий пустяк, или он сущий идиот, или сущий дурак. То есть, ну, дурак, да, вот он есть дурак. Бывает, хотя это и грех, вроде, говорить на человека, на другого дурака. Значит, вот этим и завершается становление. Становление завершается каким-то наличным бытием. И мы имеем дело с оставшим, с бытием, которое есть. И теперь к нему уже другой подход, как к чему-то целому, законченному. И теперь он требует нового рассмотрения, нового анализа. Как развивающийся, скажем, предмет, как развитие. Что-то на часы поглядывает, товарищи, да? Да, действительно. Ну, в общем, я думаю, что главную вот эту вот задачу я выполнил. Показал действительное движение вот этой категории. И напоминаю, что она является образцом таким своеобразным и для движения других категорий, и уж тем более таким показательным логическим основанием для вот этих категорий. Значит, изменения, развития, прогресс. Поэтому это очень важная вещь. И я считаю, что, значит, если товарищи еще конкретно у Гегеля почитают, вдумаются и научатся сами сказывать вот эту сказку, то это будет такой существенный рост, существенная прибавка в духовном развитии. Спасибо. Вопросы к Александру Сергеевичу. Пожалуйста, сняли этот вопрос. Становление империализма в России закончено? Оно на лишние пути или еще где-то процесс возникновения и исчезновения? Значит, процесс империализма, очень хорошо, что этот вопрос прозвучал. Вчера как раз мы этот вопрос рассматривали в другом месте. Значит, был семинар по империализму. И я обратил внимание, товарищи, что в глава работы Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» она начинается с указания того, что империализм есть переход капитализма в противоположность. Переход, значит, вот этого вот мелкого, стихийного, как-то еще он так... Капитализма свободной конкуренции в монополию, то есть в свою противоположность. И Ленин не развивает этот вопрос, но вот чувствуется, что Ленин опирается на становление здесь, рассматривает этот империализм как переход. Но не переход какой-то конкретной страны, а переход в группы империалистических стран. Значит, и в этом смысле, значит, империализм он стал. Ленин, значит, увидел, что империализм уже стал, и сам он является переходом, значит, к обществу, не конкуренции или монополии, тем более государственной монополии, от которой, собственно говоря, есть ближайший шаг к социализму. В другой работе он развивает. Поэтому говорить теперь, значит, о нашей стране, развивается ли, значит, Россия в империю, я думаю, что пока об этом говорить не приходится. Пока нет. Она скорее полуколония, если не колония, в которой она сельевой предаток, во-первых. Во-вторых, значит, сколько промышленности, сферы торговли, других отраслей под иностранным контролем. Причем, я думаю, что эти цифры, вот они, да, не выяснены в какой-нибудь серьезной степени. Как Россия накануне 2017 года, там половина банков, больше половины банков иностранных, больше половины промышленностей под иностранным контролем, так и сейчас Россия. Поэтому я думаю, что если она и становится ей далеко, так она и не станет империалистической державой. Спасибо. Категория развития, она не может быть без прогресса. Почему? Потому что прогресс это и есть момент в развитии. Момент в развитии, связанный с, собственно, развитием. Но в развитии есть противоположный момент. Момент борьбы с прогрессом. Момент регресса. Поэтому он есть в развитии, но есть вместе со своей противоположностью. В прогрессе есть отрицательный момент? А, в самом прогрессе? Ну, а как вы думаете, Виктор Икать? Думаю, обязан быть. Слушаем вас. Но тогда он становится регрессом. По определению, по понятию. То есть то, что соответствует развитию, есть прогресс. Еще вопрос. Другое дело, что люди были и есть, которые стояли-стояли на позициях прогресса. И вдруг что-то там такое случилось, или слабость, или что. Значит, и они стали на противоположную позицию. Такое бывает и даже очень много. Давайте последний вопрос, пожалуйста. Вот, допустим, вот есть этот предмет, стул. Он находится, предположим, в процессе становления и прихождения. То есть из бытия. Не-не-не, это неправильное выражение. Становление и прихождение. Ну, как бы, главенствует процесс прихождения. Да. Значит, он переходит из бытия стул. Опять, вот такие выражения, они очень неправильные. Не из бытия в ничто переходило бы что-то третье. А тут никакого третьего нет. Переходит само бытие в ничто. Так вот, вот этот я держу, этот стул, это бытие. Да. Теперь, когда он перейдет из бытия в ничто. Опять из бытия в ничто. Не переходит он из пункта А в пункт Б. Вы не отпускайте, вы вместе с ним перейдите. Так, как он будет выглядеть, являясь ничто. Значит... Вы не увидите. На свалке. Этот стул увидит. Значит, вот эти стулья, кстати, их очень много в вузах. И у нас в вузах. Значит, у них вот здесь вот пару шурупов внизу, очень слабые. Вот. И у нас у половины стульев, значит, это уже отлетело. Ремонтировать никто не хочет. Потихоньку их в подвал, значит, спихивают. Поскольку они уже перешли практически в ничто. И потом только отвезут на свалку. Ну, там металл отдельно, значит, тряпки отдельно разберутся. Да, он же не стул, поскольку он не функционирует, он не стул перешел. Он уже перешел. Он не часть, а он не стул. На нем уже не сидят. Но он пропадет и как материальная такая часть, как материальный предмет исчезнет. Спасибо. Достаточно вопросов. Переходим к обсуждению вопросов. Кто желает выступить? Вот уже. Пожалуйста, не против. Поскольку Александр Сергеевич решил простое сказать, я не мягко сложную скажу. О том, что диалектика – источник марксизма. И поскольку диалектика – один из моментов, как убедительно показал Александр Сергеевич в сегодняшнем докладе своем, она и другие моменты в себе содержит. То есть, как только вы диалектику используете как метод, то вы осознаете, что как метод использовал диалектику только марксизм. Ничего не получилось у самого Гегеля использовать его как метод применения к общественным явлениям, потому что философия права у него оказалась реакционной, по сути дела. Скажем, если вы возьмете философию истории, Гегель попытался диалектику применить, но у него получилось, что вся история – это просто история движения идеи. Народы бьются, массы, революции, войны – это все идея. Они только эту идею осуществляют. И получилось, что труд очень интересный, там очень много ценных всяких примеров исторических, а в целом неверный. Поэтому, если говорить совсем коротко о сложном, то единственная философия и единственная наука, в целом, которая включает в себя много источников, и философию, и научный коммунизм, или научный социализм, и политэкономию, единственная наука, которая сумела использовать диалектику как метод – это марксизм. И другой науки нет. И поэтому сравниться с марксизмом нечему. И поэтому марксизм современен. А другие науки, не марксистские, общественные, не современные, они так, как отсталыми науками являются. И люди, которые занимаются этими отсталыми науками, они сами отсталые. Причем отсталые даже по критериям нынешней высшей школы. У них все показатели хуже, они не защищаются. И так далее. Это первый момент. А второй момент. Я хотел бы привести пример на становление, учитывая, что у нас занятия не просто на каких-то примерах из области такого быта, а все-таки из области общественной жизни и политики, прежде всего. Вот возьмем, скажем, сегодняшнюю Грецию и партию, коммунистическую партию Греции. Замечательная партия. Вот, замечательная борьба. Там есть боевой фронт в ПАМе. Они борются, делают, планируют скоро 24-часовую забастовку. Вот, недавно выступил генеральный секретарь, новый Коцумбас в Италии с прекрасным докладом о революции в России, посвященный 98-му. В 98-й годовщине. А вот, если посмотреть на их действия, вот такое впечатление, что это не есть становление советской власти, а поэтому это не есть становление нового государства. Потому что и никакие эти действия советами не заканчиваются. Нет таких органов на предприятиях, забастовочных комитетов, которые бы выступали бы в роли советов, которые бы нетипичную задачу решали, дескать, на время забастовки. Есть, потом исчезают. Вот они только были в возникновении, раз их исчезли, они в прихождении. Потом пять раз в возникновении, опять раз в прихождении. И во всем мире они не превращаются в наличные бытия, только в России. И немножко не в России, то есть в Венгрии, но внешним образом их, так сказать, обернули в прихождение. И в Красной Баварии тоже внешним образом их обернули. А в России они превратились в наличное бытие. Но чтобы они превратились в наличное бытие, они должны появиться до того, как они стали органом власти. И вот когда они появляются в буржуазном обществе, и когда их сознательно создают в буржуазном обществе, и сознательно к этому стремятся, они в бытие или не в бытие? Они в становлении, они в возникновении. Но для того, чтобы они возникали, надо, чтобы они были. Потому что возникновение начинается с чего? Можно сказать, с ничто. Но с такого ничто, которое есть уже бытие. В то же время и. Поэтому вот те советы, которые возникли в России в 2005 году, они вообще были началом советской власти или не были? Были. А те, которые в 2018 году были? А органами власти они были? Не были. А вот когда было двоевластие, они уже стали органами власти. Чтобы они стали органами власти, надо, чтобы они просто были. Если, скажем, самая хорошая коммунистическая партия не ставит своей задачей создать эти советы или помочь рабочему классу создать советы, если она не видит, что борьба на предприятиях и совместная борьба должна закрепляться в соответствующих органах, если она этого не видит, получается становление самой партии, становление того общества, которое дышит, то возникло, то исчезло, то возникло, то исчезло. И все время воюет. И кончается тем, что приходят выборы, на выборах получаем 5%. В той же за греческую компартию голосуют. А может быть так, что вот такая мощная и сильная борьба, и на выборах получится больше 50%. Вот у нас КПРФ считает, что можно. Ну, а большевики ни минуты не сомневались, что нельзя. И поэтому они в выборах участвовали, сами организовывали выборы, между прочим, в очередное собрание. Но они в этом никакого пути к власти не видели, а видели путь к власти другой. Вот это должно служить в том числе и тому, чтобы обеспечивать работу Советов. Когда появилось двое власти, и когда здесь были такие органы, как Советы, Советы в войсках, и когда здесь был гарнизон петроградский, то петроградский гарнизон, конечно, обеспечивал мирный характер перехода власти к Советам. Потому что, ну, кто будет воевать с петроградским гарнизоном? Ну, как вот временное правительство с помощью женского батальона и каких-то там юнкеров будет воевать с петроградским гарнизоном, поддержанным еще и рабочей гвардией, вооруженной. Вот они едут уже на эти, вот они свели мосты, которые развели, вот пришла «Аврора», современный корабль, потому что Совет, который на «Авроре», решил, что надо сняться и сюда прийти. И он действует как орган власти. И я вот хочу сказать, что до сих пор можно сказать, и я на этом заканчиваю, что опыт Великой революции, я это неоднократно видел, я был в Брюсселе на семинаре, все, значит, говорят, Советы, Советская власть, Советская революция, никак не понимают, что Советы – это вот именно те органы, которые позволяют начать становление действительно социалистической власти. Поскольку, как на Первом Конгрессе Коминтерна Ленин говорил, что Советы – это организационная форма диктатуры пролетариата. Это та форма, в которой она может иметь становление. И никакой другой форум, и такой прочный, никакое, так сказать, другое революционное движение не нашло. Все остальные революции, которые были, либо начинались при поддержке Советского Союза, либо продолжали существовать благодаря поддержке, как на Кубе. Потому что, если бы ни поддержки Советского Союза не было, назовите мне хоть одну страну, в которой было бы становление социалистической власти, и которая бы не обошлась без поддержки Советского Союза. Спасибо за внимание. То, что касается теоретической части, здесь можно согласиться с Александром Сергеевичем. Однако применение вот этих вот к сегодняшней ситуации, к общественным процессам, мне, например, кажется неправильным, которое применил Лектер. Значит, некоторые… То, с чем согласен Александр Сергеевич, то, что империализм – есть высшая стадия, да, за которой следует революция социалистическая. Мы знаем, что у нас в 70-м году произошла социалистическая революция, вы не будете это оспаривать. То есть была ступень империализма, и мы перешли на социализм. Становление началось, да, нового строя, которое закончилось там в середине 30-х годов. Поскольку у нас была первая фаза коммунизма, становление закончилось, все, первая стадия. Теперь мы идем в контрреволюционный переворот. Началось становление чего? Если послышать Леса Сергеевича, то о какой-то колонии. Хотя мы прекрасно понимаем, что была ступень империализма. Значит, вот это движение, возникновение, прохождение, мы стали, значит, идти в сторону империализма, скорее всего. Ну, правильно предположить, логично было бы. Почему нет? И мы шли к этому, значит, взаимообратным процессом, да, прихождение, становление, возникновение и прихождение в этом процессе, значит. При этом мы можем увидеть вот эти движения. Действительно, например, у нас очень много осталось от советского, да, строя. Очень много еще сейчас. Те же самые пенсионные, значит, законы. Самый низкий возраст выхода на пенсию у нас. Сейчас в России, чем в других странах. Такого нигде нет. Почему? Достижения разве существующего строя нет? Это предыдущего. В культуре остались, значит, какой-то отпечаток. Это советские фильмы, которые показывают по телевизору, да? Это в том же библиотеках, вы же знаете, Ленина, там, сочинение Энгельса. Улицы, города, памятники. Отпечаток остался. Но, тем не менее, вот с этим отпечатком, да, все равно... Из них извлекает уже другую прибыль. Тем не менее, империализм в какой-то момент закончил свое становление. В какой? То есть, он находится в процессе становления или нет? Я считаю, что нет. То есть, он уже, значит, закончил эту стадию. И свидетельство тому, это притязание, значит, империалистического государства, Российской Федерации, за более справедливость с точки зрения российского капитала, дележа прибыли в эксплуатации других стран. Вы не понимаете? Значит, это запросы на передел мира, сфер влияния рынков, которые идут со стороны российского капитала. И мы это наблюдаем. Это создание новых союзов, скалачивание экономических. Это военные операции, да, пускай они несут и положительный момент для народа, скажем, там, Сирии или той же Украины, Донбасса. Но, тем не менее, цели-то совсем другие – не освободить, а получить прибыль, получить свой кусок пирога. И как это далеко зайдет и к чему это придет, если поощрять эти, так сказать, то это закончится абсолютно тем же самым, что и делают Соединенные Штаты. Это фашизм по всему миру, как вы говорите, экспорт фашизма, да? Вот этим и закончится. Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить Александра Сергеевича за хорошую лекцию и даже поздравить его. Потому что я Александра Сергеевича знаю, наверное, где-то с 89-го года по учебе у него еще в системе высшей партийной школы. И мне кажется, что он еще набирает, то есть он находится, значит, на стадии становления с преобладанием возникновения положительных элементов. Спасибо. Судя по рукопожатию, еще далеко, да, это самое. Поэтому это все хорошо. Раз. Второе, что, конечно, это прежде всего метод, да, вот диалектику мы рассматриваем, упражнение для наших мозгов, да, и умные люди, они так или иначе какие-то элементы, значит, сами выводят, или у кого-то перехватывают, или, так сказать, вычитывают где-то. Вот я, значит, такой пример приводил, наверное, один раз мне в жизни привелось разговаривать с Чавесом, задать ему вопрос. Я, значит, ему задал вопрос относительно его планов в те времена. Значит, создать самую большую социалистическую партию. Значит, он ее задумал аж в 600 тысяч, причем очень твердо поставил вопрос коммунистам, чтобы они в нее вошли, влились в эту партию. И, кстати, эту линию кубинцы сейчас поддерживают, и впрочем, да. Вот надо отдать должное коммунистам, что они сказали, что мы не можем растворяться, и не должны, и это будет хуже для общего дела в этом деле. А вопрос я задал такой, ну, то, что самая большая, это, ну, понятно, хорошо, но все-таки, значит, были примеры, когда партии были и поболее, и заслуг за своими плечами, и дел реальных имели поболее, но, тем не менее, значит, совершив определенные ошибки, они имели печальный конец, имея в виду КПСС, вот, нашу. Вот вы при проектировании, что ли, новой партии, значит, чем пользуетесь, какими заделами, какими, кроме Олгода Кубинской революции, что мы знаем, да, и как вы мыслите ее построить, на каких основах, какую? На что он мне отвечал, и начал, хоть вы и упредили, говорит, мой ответ тем, что про Кубу вы знаете, но я с этого и начну. Я как-то, говорит, тоже вот был свидетелем, что Фиделя Каста спрашивали, совершали ли вы ошибки в своей революционной деятельности, и если совершали, то какая из них, или какие самые большие? На что Каста отвечал, что, конечно, я совершал ошибки, но самая моя большая ошибка, я думаю, было то, что я в начале пути думал, что кто-то точно знает, как надо строить социализм. Знаешь, вот речь о чем идет, что попробовать подогнать все под готовые схемы, да, и получить вот готовый ответ, что сейчас встал он уже или не встал, есть он уже или нет, или прочее. Это неправильно. А вот для того, чтобы продолжить этот спор, в том числе по становлению империализма в России, вот всем этим методом и аппаратом надо владеть. И это, так сказать, очень полезно. Я думаю, что, так сказать, мы это дело можем продолжить. Лично мое мнение, что империализм в России находится в стадии становления и набирает. У него сейчас вот элементы накопления, возникновения, набора мощности, значит, идет параллельно с теми аппетитами, которые явно такие, империалистические. Поэтому еще раз, Александр Сергеевич, спасибо и пожелания творческих успехов. Спасибо, дорогие товарищи. Очень содержательные размышления по поводу моего выступления. И, конечно, это большие особые темы, на которые, может быть, имеет смысл особо остановиться где-нибудь потом на лекциях или на семинарах и так далее. У меня, конечно, значит, они вот так вот в этой практической плоскости вопросы не стояли. Но, что касается уж, если говорить о конкретном российском империализме, то остановился капитализм в рамках еще СССР. И теперь мы тут более-менее установили, что этот процесс шел с идеологического переворота 1962 года, когда в программе официально отказались от диктатуры Польтериад, от партии рабочего класса, от, значит, государства рабочего класса. 30 лет это становление было. И 1989-1991 год – это открытый уже переворот. Там они… Другое дело, что они сами не… Активные деятели сами не сознавали, что они делают, скажем, эти Собчаки и прочие. Они… И Ельцин, они не понимали, что они делают какой-то революционный переворот. Я думаю. Поэтому вот он стал капитализмом. И капитализм в России стал развиваться сначала в форме разрушения старого того, что было экономики, государственности, значит, которая была. И более-менее вот он начал восстанавливаться и развиваться при, значит, Путине. И… Не религиозный я человек. Ну, так и хочется выразить, что… Да поможет ему Господь развить хотя бы капитализм такой, ну, более-менее там нормальный, более-менее приличный, более-менее развитый. А до империализма, конечно, я думаю, что нынешнему российскому режиму очень и очень далеко. Никаких особых империалистических интересов у них нет. И даже в Сирии он отстаивает последнюю военную базу, последний военный бастион на Ближнем Востоке и при выходе, значит, в Средиземное море и потом в Атлантику. Ну, уж если бы он и это потеряет, ну, он уж совсем потеряет лицо и, так сказать, ну, будет каким-то ничтожеством. Поэтому вот его подставили к стенке, и он начал упираться. И еще неизвестно, что из этого упорства выйдет. Поэтому я думаю, вот нашему бы теляте, значит, Волга съест и. Но удастся ли ему это съесть это или не удастся? Я думаю, что пока предпосылок даже для этого нет. Наш капитализм очень слабый, очень неразвитый, тупой. У него нет ни социальной базы, нету политической партии. Вроде бы вот эта Единая Россия-то вот вроде она партия, партия, партия. А сейчас молчок, там, ну, перед выборами и задействует. Им стыдно показать всю эту братью, которая их подводит везде. Значит, на Сахалине скандал, в Коме скандал, в других городах скандалы, в Радство. Коррупция невероятная. По 50 миллиардов долларов вывозит. По 50 миллиардов долларов вывозит из страны. Значит, шпана, которая организовала свой собственный банк. Ну, о чем тут говорить? Они слабые, неуверенные, фальшивые. Надежда в России только на рабочий класс, на сознательную коммунистическую интеллигенцию, на революцию. Потому что эти уже теперь ясно, за 25 лет ничего не сделают и не сделают. Большевики возродили экономику более-менее за 10 лет. Уже, значит, вернули старый уровень и начали бурно развиваться. И за 10 лет, значит, развили, сделали индустриальное общество. А эти прошло уже 25 лет, и они находятся в рецессии. Никаких надежд с ними, я думаю, что нет. И на них и смотрят, поэтому и Америка, значит, и другие страны. Так это снисходительно, с мешком. Поэтому только на рабочий класс, только на коммунистическое движение надежда. Никаких других, я думаю, что надежд уже нет. Так, друзья, каждый из нас испытывал иногда затруднение, когда надо кому-то что-то подарить. Все знают, что книга лучше подарок и больше. Но в связи с развитием капитализма в России книг печатают столько, и среди них столько всякой хреновины. Но можно ошибиться и сделать вместо возникновения, так сказать, другой ход. Значит, я к чему? Что в наших рядах есть замечательный человек, член Родфронта и так далее, архитектор, историк, архитектуры, художник Валерий Григорьевич Исаченко. Значит, по радио выступает, лекции читает. Перед нами не раз выступал, на конференции выступал. Перед нами не разу. Значит... На конференции выступал. Значит, лекции, я имею в виду, не в Рашковском, да. Значит, других аудиторий в этом не знаю. Можно и на фонду, кстати, запланировать. Очень полезно. До этого мы, ну, многие, знакомились с его трехтовником. Архитектура, памятные места и скульптура. Ленинграда. Сейчас одно из издательств выдало в одной книге, свело три его работы. Значит, Валерий Егорьевич вообще один из лучших, наверное, специалистов в области истории архитектуры. А советского периода, наверное, самый лучший. Изданная книга, она, как бы, ну, в таком подарочном виде весьма годится. В магазинах буквает, эта штука сейчас стоит, кто, значит, иногда посещает, с ценой 1300 рублей. Значит, мы имеем уникальную возможность приобрести, наверное, за 800-900 в издательстве прямо. В том числе, я думаю, обратимся там к Валере Григорьевичу, чтобы вам, может быть, автограф оставил. Можно попросить для кого-то и что-то вове написать. Поэтому это дело имейте в виду. Заказы и суммы принимаются или через бухгалтерию, или можно к Степану Сергеевичу обратиться к следующему нашему занятию. Если у кого-то желание созреет, давайте, а то закончится. И мы вместо возникновения закончим другим. Все, спасибо. Продолжение следует...